Здравствуйте, мои сладенькие, красивые, самые вкусные и приятные булочки с корицей. Если вы хотите получать эксклюзивный контент и слушать озвучки раньше, чем на ютубе без цензуры, то обязательно подписывайтесь на мой бусте. Так вы не только поддерживаете меня, но и мотивируете чаще радовать вас. Кроме того, все главы мёртвых цветов и парочка вкусных эксклюзивов уже ждёт вас там. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить. Все ссылки в описании. Мёртвые цветы. Автор – писатель снов. Глава 39. Последняя гонка. И всё-таки хорошо тому, кто закончит свой путь со спокойным сердцем. Тяжело встречать смерть, не успев довести дело до конца. Чмин открыл глаза, чувствуя, как на него словно в замедленной съёмке обрушивается суровая реальность. Сознание просыпается после долгой и мучительной ночи. Обременяющие мысли, одна за другой выстраиваясь в ряд, возвращаются и ложатся тяжёлым камнем на душу. Парень попытался перевернуться на бок. Но большие, немевшие рука из-за неудобной позы, в которой он уснул, не дали ему пошевелиться. Крепко зажмурившись, Чмин натянул плед на голову, думая провести весь день здесь. Впервые к нему пришла мысль о том, что он не хочет просыпаться, отказывается принимать свою жизнь и вообще чувствует эмоциональное истощение, будто всю энергию из него медленно высосали. Последние три дня они с янги как на иголках. Каждая попытка заговорить друг с другом заканчивалась полным провалом. Чтобы выяснить отношения, надо вначале дать мысли ему лечься в голове, позволить эмоциям и злости немного утихнуть, и только тогда думать об их будущем. Оба понимали, что они просто пока не готовы к серьёзному разговору, поэтому тактично игнорировали присутствие друг друга и даже редко пересекались в тенах дома. Чимин почти не выходил из гостиной и продолжал ночевать на неудобном диване, отчего у него была ужасная боль во всём теле. А янги пропадал в гараже целыми днями. Возился с тачкой и байками, чтобы хоть как-то скоротать время. Чимин, прикладывая огромное усилие, принял сидячее положение, свешивая ноги с дивана и вздрагивая от прикосновения ступней к холодному полу. Голова болела так сильно, будто по ней ударили кувалдой, а глаза, казалось, вот-вот лопнут от давления. Но неприятный лязг, раздающийся из кухни, лишь усиливал страдания парня. Возможно, он смог бы поспать ещё пару часов, если бы не этот ужасный шум. Пак подпёр голову руками и закрыл уши в жалких попытках избавиться от боли и погрузиться в полную тишину. Однако стоило ему зажмуриться, как на всю комнату заорал будильник, противно пища и вибрируя на журнальном столике. Чимин недовольно замычал и выключил звук. Восемь утра. Солнце уже поднимается над горизонтом. До гонки остаётся всего каких-то тринадцать часов, но от одной мысли об этом в дрожь бросает. Он верит в Тэхёна, но это ни хрена не помогает избавиться от волнения. Чимин встал с дивана и, не утруждая себя попытками одеться, прямо в одних трусах направился на кухню, чтобы узнать, какого чёрта на весь дом стоит такой шум. Шкафы открыты, всё перевёрнуто, на столе куча продуктов и посуды. И на фоне всего этого бородака к тому же играет какая-то раздражающая песня. Парень так и застыл в дверях, наблюдая за этим погромом и даже забывая, что хотел накричать за испорченный сон. Он проглотил глухой смешок, замечая вальсирующего между грязных тарелок Юн Ги. Хён носился по кухне, как сумасшедший, одновременно быстро нарезая фрукты, помешивая какую-то жижу в мисочке и наблюдая одним глазом за плитой. Всё его лицо и одежда были перепачканы в муке, словно он в ней искупался. «Ты что здесь устроил? Я только вчера прибрался на кухню!» Чимин поморщился, когда Юн Ги начал что-то вручную взбивать, и комнату заполнили звуки ударов венчика о тарелку. Каждый такой удар отдавался треле в больной голове парня. Хён, заметив, что он не один на кухне, отвлёкся от своего занятия и замер. «Почему так рано проснулся?» Тихо спросил парень, не ожидавший увидеть младшего ранним утром на ногах. Он бросил венчик и снова кинулся к плите, торопливо переворачивая ладушки и пытаясь не обжечься. «Ну, ты бы ещё на танке в дом заехал, а потом спрашивал меня, почему я не сплю». Чимин тяжело вздохнул и прошёл к одному из открытых шкафов в поисках лекарств. Он быстро нашёл флакончик с болеутоляющим и закинул сразу несколько таблеток в рот, запивая целым стаканом холодной воды. Живительная влага создала иллюзию того, что Пак сможет пережить этот день, но шум, продолжающий разноситься по кухне, быстро развеял его надежды. «Может, пойдёшь поспишь ещё пару часов? Я тебя потом разбужу». Предложил Юнги, не глядя, хватаясь за ручку сковородки и громко вскрикивая от прикосновения к раскалённому металлу. «Твою ж мать!» Завизжал парень, морщась от боли и чуть ли не скидывая со стола тарелки. Чимин обеспокоенно наблюдал за этой сценой, пытаясь понять, что происходит с Юнги. Складывалось впечатление, что Хёна будто подменили. Он был не собран, продолжал материться и шипеть от боли, пока рука становилась всё краснее. «Сюда иди!» Пак бесцеремонно схватил старшего за футболку и потянул к раковине, включая ледяную воду на полную мощность, опуская ладонь Юнги под струю. «Лучше!» В ответ слабый кивок головой. «Что ты вообще пытаешься сделать?» Чимин взял в руки рядом стоящую вазочку и понюхал. Содержимое напоминало ягодное пюре. «Завтра к тебе приготовить!» Отозвался Юнги, не поднимая глаз от раковины. Рука уже побелела от холода, но он продолжал держать её под водой. «А такое чувство, будто на нашей кухне бомба взорвалась!» «Ну, я всё уберу потом!» Своё оправдание заверил парень. Он потёр свободной рукой лоб, растирая муку по лицу ещё больше. «Я не мог уснуть всю ночь. Много думал о нас, и ещё эта гонка!» Он запнулся и поправил упавшие на глаза волосы. Выглядел он не лучше, чем Мина. Такой же уставший, сонный и просто заёбанной жизнью. У Юнги взгляд был потухший, и это коробило душу младшего. «Больно смотреть на такого вымоченного и разбитого Хёна, ведь отчасти их ссоры являются одной из причин, почему сейчас им обоим так херово и на стену лезть охота». «Я решил приготовить себе завтрак, чтобы хоть немного отвлечься, но вспомнил, что у нас нет продуктов. Поэтому встал в четыре, поехал в круглосуточный магазин, всё купил и вот, пытаюсь что-то сделать». Он наконец выключил кран, поднимая над раковиной побелевшую от ледяной воды руку. Чимин нашёл полотенце и принялся растирать ладонь Юнги, чтобы немного согреть. Это была неплохая попытка беспалевно прикоснуться к Хёну. «Ты встал в четыре, чтобы приготовить мне завтрак?» Пах поражённо выпучил глаза, ещё раз пробегая взглядом по разгромленной кухне. В ответ лишь слабый кивок головой и грустный взгляд. Парень поджал губы, сдерживая рвущуюся улыбку и чувствуя под подушечками пальцев немного огрубевшие, покрытые тонкими венками ладони Юнги. Это щекочащие рёбра чувства давно не навещало их обоих. Парни стояли посреди кухни, как два школьника на первой свиданке, жались друг к другу и отводили в сторону глаза, будто боялись, что в их взгляде можно будет прочитать гораздо больше, чем они способны сказать словами. Рука Юнги уже давно согрелась и обсохла, а Чимин всё продолжал её поглаживать, делая это скорее машинально и не желая отпускать. Он посмотрел на старшего и непроизвольно вздрогнул, натыкаясь на пронизывающий полный чувств взгляд. Юнги, перемазанный в муке с растрёпанными волосами и немного сонный, выглядел сейчас максимально уязвимым. Чимин всё гадал, что же происходит с Хёном, а правда лежало на поверхности. Юнги рвало крышу, потому что он был на грани потери двух самых близких ему людей. Ты Хёнок, который должен был сыграть в рулетку и поставить на кон свою жизнь. И Чимина, человека, в отношении с которым Мин вложил смысл своего существования. Юнги будто обнажил душу. Он в панике мечется и понимает, что не в состоянии контролировать падение. Скоро он приземлится, и мощный удар о твёрдую и жестокую реальности скорее всего его убьёт. «Может быть, тебе помочь?» Мин дёрнулся, отвлекаясь от своих мыслей, когда услышал мягкий и тихий голос Чимина. Тот внимательно смотрел на него, дожидаясь ответа. «Не стоит. Ты можешь садиться за стол. Через пару минут можно будет есть». Парень наконец отстранился и прошёл к плите, чтобы выложить оладушки на тарелку. Чимин, как ему и сказали, сел на свободное место, дожидаясь обещанного завтрака. Он закутался в плед, который нашёл на соседнем стуле, и молча наблюдал за суетящимся Юнги. Между ними висело напряжение, но оно не было негативным. Скорее ощущение тяги друг к другу, будто пока они стояли возле раковины, кто-то связал их невидимыми канатами. В душе непонятный трепет и желание поскорее выяснить всё, что беспокоило их. Но нельзя спорить тот факт, что за эти несколько дней парни жутко соскучились друг по другу, злость утихла, и теперь хотелось банального тепла и уюта. Спустя пару минут стол и правда заполнился тарелками с едой. Чимин был очень голодным, поэтому с удовольствием принялся есть, а вот Юнги молча потягивал свой кофе и ни к чему больше не притронулся. Они так и сидели в полной тишине, пока Паку плетал блинчики с фруктами, но было бы неплохо чем-то разбавить их молчание. Первым решился подать голос Юнги, заходя издалека и будто проверяя, настроен ли младший вообще с ним разговаривать. — Как спалось? — Такой простой вопрос, но вместо ответа Чимин замер и пару секунд тупо пялился на старшего. Они давно не говорили о чем-то простом, не касающемся их отношений. — Ужасно, — честно ответил парень, не видя смысла скрывать свои неудобства. Он потянулся к графину с соком и налил себя в стакан. — У меня от этого дивана уже болит все, что можно. Я скоро голову поворачивать не смогу, шея как деревянная. Подтверждение своих слов он потер в том месте, где болело. — Хочешь помассировать? — Пак вскинул брови и странно посмотрел на Хёна. Это что, провокация? Конечно, мелкий хочет массаж шеи, но если его будет делать Юнги, то все закончится массажем простаты, а это не должно произойти. По крайней мере, не сейчас и не сегодня. — А может мне сразу раздеться до гола и жопу тебе подставить? Думаешь, я не знаю, чем это закончится? Чмин нахмурился и продолжал есть, чувствуя максимальную неловкость от этого разговора. Сейчас, когда между ними столько обид, самое время поговорить о сексе. Но все-таки молодой организм соскучился поблизости. И теперь, как бы Пак не делал вид, что ему все равно, его тело уже отреагировало, а фантазия работала на полную. — У тебя что, сперматоксикоз? Я просто предложил массаж. А ты уже обкончаться прямо тут готов. Мин ухмыльнулся и придвинулся ближе к столу, чтобы заглянуть в глаза младшего. — Или это ты так по мне соскочился, что уже в руках себя не можешь держать? Мне это льстит. Он тихо засмеялся, наблюдая, как Пак морщит нос и недовольно пыхтит, переставая есть блинчики. — Все, сказал. Я тогда пойду. Он хотел встать из-за стола, но Юнги схватил его за запястье и посадил обратно, пододвигая тарелку с фруктами и любимым печеньем парня. — Ты еще не поел толком? Я что, зря старался? Он подлил парню сока и снова немного отодвинулся, чтобы не нарушать его личное пространство. — А если серьезно, то возвращайся ночевать в спальне. Хватит мучиться. Чими натерзали сомнения. Он не хотел идти на уступки и давать слабину. Его желание ночевать в гостиной – это его четкая позиция, показывающая, как сильно он обижен. И Юнги это понимал, поэтому быстро добавил. — Хорошо, если тебе так принципиально важно, чтобы мы ночевали порознь, можешь вернуться в комнату, а я пойду спать на неудобный диван или могу в гараже поспать. Раньше я там почти жил. Он отхлебнул кофе из своей кружки и отставил ее в сторону. — Не надо в гараже ночевать. Чими напустил голову в тарелку, накалывая на вилку кусочки бананов. — Я в спальне вернусь. Юнги сдержал победную хмылку, мысленно радуясь, что пал еще один барьер. — Но тот ужасный диван в гостиной надо выкинуть к чертовой матери. — Ну хоть все здесь можешь выбросить, если хочешь. Сделаем ремонт, купим новую мебель. Пак в который раз за утро нахмурился, сбитый с толку и подозрительно посмотрел на старшего. — Что, вот так просто? Я тебе обои в коридоре полгода уговаривал переклеить, а сейчас можно всю мебель сменить? — Вот так просто. Спокойно пожал плечами Юнги, беря с тарелки дольку банана и закидывая в рот. — Кстати, Тихен сказал, что тебе тяжело было на гонке в дрифт заходить. Я поколдовал над движком, и потом надо будет сменить раму. У тебя пластик стоит, при первом же падении отвалится. Я поставлю металл. — И что это значит? Чимин отодвинул тарелку. Больше не в силах мучиться в слепых догадках. После их грандиозной ссоры он был готов к совместному завтраку, попытке завести разговор ни о чем, к выяснению отношений. Но то, во что вылилось их утро, уже напоминало какой-то сюру. Юнги вел себя так, будто они никогда и не ругались. Но проблема, с которой пара столкнулась, никуда не делась. И решения все еще нет. — Думаешь, если ты сделаешь вид, что у нас все хорошо, то я просто забуду все? — А чего ты от меня ждешь? Юнги был так спокоен снаружи, а внутри у него все дрожало. — Ты правда хочешь, чтобы мы сидели как женатая парочка, у которой за спиной 20 лет совместного брака обсуждали наши проблемы и обвиняли друг друга в ошибках прошлого? Ну, пойдем тогда к семейному психологу. Расскажем ему о нашей ситуации. — Для начала было бы неплохо, если бы ты хотя бы извинился. Чимин скинул плед и собирался встать из-за стола, чувствуя, как весь аппетит и мимолетное щемящее чувство под ребрами моментально исчезают. Хён тупо все испортил своим хамским отношением. Ему будто плевать. Но так только казалось со стороны. — Слова не имеют веса, если они не подкреплены действиями. Юнги загородил юноше проход, не позволяя выйти из комнаты. — Нет, сегодня Чимин не сбежит от разговора, и они все обсудят до конца. — Чего ты хочешь? Услышать от меня? Прости? Этого мало, чтобы все исправить. Он поджал губы и серьезно посмотрел на младшего сверху вниз, надеясь, что Пак поймет ход его мыслей. Юнги не нужно постановочное примирение и фальшивые извинения. Он накосячил и должен приложить усилия, чтобы исправить свои ошибки. — А мне было бы достаточно и одного искреннего прости, — прошипел парень, складывая руки на груди и не желая даже смотреть на Хёна. Чимин запутался. Он не понимал Юнги и его методов реабилитации их отношений. Вроде бы тот говорит умные вещи, но результата никакого. Они все еще в ссоре и злятся друг на друга. Парень устал. Ему как никогда сейчас нужен его Хён. — Ну извинись я перед тобой, ты меня не простишь и ничего не изменится. Проблема не решится, ты просто спустишь мне с рук все, что было. И я так не хочу. Юнги аккуратно коснулся плеч парня, чувствуя, как тот напряжен. — Вместо пустых извинений я лучше покажу тебе, как ты мне дорог своими поступками. Он замолчал, ожидая от младшего какой-то реакции, но тот просто не знал, что ему сказать. Они и правда запутались. — Ну хорошо, прости меня. Вот я извинился, и это было искренне. — Легче тебе стало? — Ты будто мне одолжение сделал. Знаешь что, такие извинения мне не нужны. Чимин снова вспылил, повышая голос, и уже собирался уйти из кухни, но Юнги ловко перехватил его за пояс и развернул к себе, припечатывая спиной к стене, чтобы младший никуда не делся. В крепкой хватке он теперь как бы не вырывался, не смог бы убежать. Поразительно, как легко завести Пака. Всего одно неправильное слово, и его глаза, которые еще пару секунд назад кричали о том, как он хочет помириться, теперь искрили злостью и раздражением. Чимин, естественно, отказался стоять ровно, попытался вырваться, пнул несколько раз Юнги, и только когда Хён сжал до боли сильное его запястье, обмяк в руках старшего, сдаваясь и снова успокаиваясь. — Ты вообще скучал по мне? Думал о том, как помириться? Хочешь ли ты строить со мной семью? Чимин грустно посмотрел на Хёна, чувствуя, что уже просто не вывозит эту ссору. Он был близок к тому, чтобы наплевать на все свои обиды и спустить все на тормозах. — Скучал. Думал. Хочу. Твердо отозвался Юнги, медленно отпуская крепкую хватку на запястьях младшего и опуская руки ему на талию. Он склонился так низко, что кончиком носа касался щеки Чимина и слышал, как тот дышит. — Я не хочу тратить время на извинения лишь потому, что это пустые слова. О своих чувствах можно сказать гораздо громче, показать это в действии. Хён плавно вел костяшками пальцев вдоль оголеного бедра, пуская яркие разряды по телу чувствительного юноши. Чимин сейчас был особенно чувствительным, потому что уже почти как неделю не испытывал на себе ласки Юнги. Он прикрыл глаза и поддался немного вперед, тяжело дышая и проклиная себя за свою слабость. Нет, не за то, что он всё готов простить любимому Хёну, а за то, что всего четыре дня назад был настолько слаб, что не захотел бороться за их отношения и решился на расставание. За это он себя сейчас проклинает и стыдится. Юнги, кажется, я слишком привязался к твоему образу несмышляного подростка. Последние два года были тяжелыми, они просто пронеслись мимо нас, и я совсем не заметил, как ты повзрослел. Мне понадобится время, чтобы всё это осмыслить, но есть вещи, которые я успел понять за эти несколько дней. Не дав ему договорить, перебил Юнги. Он бережно гладил парня, наклоняясь и целуя того в щёку. И что же это? Я рядом с собой никого кроме тебя не вижу. Ты будто создан специально для меня. Он протянул руку и аккуратно коснулся скулы парня, вкладывая в этот жест максимум нежности. Чертовски соскучился, любит каждой клеточкой тела, ненавидит себя за то, что чуть не потерял. Я больше не хочу сомневаться в тебе. Я готов принять то, что ты хочешь быть гонщиком. Готов завести семью с тобой. Готов строить с тобой будущее. Ты уверен? Не задавай мне таких вопросов. Я облажался, но больше этой ошибки не повторю. Юнги прижал Чимина за затылок к своей груди, сдавливая того в своих руках. Он чувствовал, как младший крепко его обхватил вокруг пояса, полностью сдаваясь. Эта ссора должна была случиться, потому что благодаря ей они оба увидели свои недостатки. Чимин осознал совершенные ошибки. Юнги наконец смог принять, что Пак больше не ребёнок. Нельзя сказать, что теперь всё резко станет иначе, но они будут стараться. Отношения – это процесс бесперерывный. Они развиваются постоянно, на протяжении всей жизни. Ты учишься принимать человека с его недостатками. Узнаёшь его, любишь, переживаешь с ним, радуешься и плачешь. Вот и Чимин с Юнги учатся, но у них ещё всё впереди. К слову, об ошибках. Моя идея расстаться с тобой и правда была глупой. Я разозлился и хотел сделать тебе больно. Мне казалось, что мы в тупике и решения нет. Он прижался губами к шее Хюна, вдыхая его запах. Я проплакал почти час перед тем, как решился прийти домой и забрать вещи. И был безумно рад, когда ты остановил меня, потому что я не хотел уходить от тебя. Чимину тяжело долезть эти слова, потому что он не хотел признавать свою неправоту. Но так было правильно. Он должен учиться извиняться. Очень важно говорить любимому человеку о таких вещах. Я бы и не отпустил, отозвался Юнги, вдыхая сладкий запах шампуня Пака. Эта ссора была ужасной, но она в корне поменяла мое отношение к тебе. И я будто поразрел. Не думай, что уже не злюсь на тебя. Чимин поднял голову и надул губа, но всё это было сплошным притворством. Он соскучился и больше был не в силах отрицать, что ему плохо без Хюна. Они будто зависимы друг от друга. И даже если бы захотели расстаться, всё равно не смогли бы. У меня целый список требований. И я вернусь в спальню, только когда ты их выполнишь. Похоже, у меня нет выбора. Мент тихо засмеялся, хотя понимал, что Чимин ни капли не шутит. И требования действительно будут. Возможно, список окажется очень длинным. Юнги. Вот и тихое мычание. Сегодня гонка. Запретишь мне на ней появляться? Тебе не нужно мое разрешение, чтобы туда поехать. Тебе же не пять лет, и ты не дрессированный пудель, чтобы по команде вставать на задние лапки. Чимин тихо засмеялся, слыша собственные слова от Юнги. Ты имеешь право там быть? Как думаешь, тихен справится? Ему и самому было стыдно за подобные вопросы. Но он не мог не спросить. И если совсем откровенно, то даже Юнги не мог быть абсолютно уверенным в том, что всё сложится именно так, как они предположили. Одно неправильное движение, и всё похерено. Да, я в него верю. Ложь, но прозвучало уверенно. Юнги правда хотел в это верить. Однако безумие вонха обезоруживало. Тишина приятно ласкала слух. Чунгук лежал на постели и сосредоточенным взглядом смотрел в потолок, наслаждаясь редкими минутами покоя. Окно было открыто, лёгкий ветерок раздувал белые занавески. Прохлада пробиралась по комнате. Но вставать было лень. Поэтому Чунг натянул на себя спутанное одеяло и продолжил смотреть в пустоту. В теле ощущалась лёгкость после недавно полученного оргазма. А пальцы играли с волосами лежащего рядом Тихёна. Они провели весь день в постели. И это навевало воспоминания об их первой ночи. Но тогда всё было гораздо проще. Сегодня же оба делали вид, что они просто занимаются любовью. Но почему тогда у Чунгука такое чувство, будто Тихён с ним прощался? Тихён целовал его, как в последний раз. Смотрел виноватым взглядом. Говорил такие вещи, будто давал наставление перед уходом. Слушать это было мучительно. Медленно повернув голову, Чунгук разглядывал изящные черты лица старшего. Чунгук наблюдал, как подрагивает ресницы, когда тот моргает. Как он облизывает пересохшие губы кончиком языка и натянутый улыбается. Тихён смотрел с ожалением. И от этого внутри всё скручивало тугим узлом. Чунгук протянул ладонь и коснулся скулы, аккуратно очерчивая её контур и проводя костяшками по линии челюсти. Хотел запомнить каждую родинку. Сохранить в памяти каждую эмоцию, промелькнувшую на любимом лице. Чунгук потянулся и бегло поцеловал чужие губы. Затем также поспешно отодвинулся, прежде чем Тихён успел его обнять и притянуть ближе к себе. Ничего не объясняя, Чунгук встал с постели пречи наготу в белых простынях. Укутанный в тонкую ткань, он прошёл к двери балкона и вышел наружу, успевая взять со столиком маленький предмет. Хотелось провести несколько минут наедине с самим собой. О многом нужно подумать. Солнце медленно опускалось за горизонт, и его последние лучи освещали переполненные людьми улицы Сеола. С высоты 23-го этажа можно было рассмотреть ближайшие несколько кварталов. Город будто оживал, и началась ночная жизнь. Люди гуляли и веселились, а Чунгук стоял на балконе своей квартиры и отсчитывал секунды. В его руках зажата маленькая ракушка, она больно впилась в кожу, оставляя небольшой порез. Ладони дрожали, и в горле застрял ком. Осталось всего два часа. Он должен быть там, но хочет ли этого? Найдёт ли в себе силы смотреть, как Тихён от него уезжает? Любимый человек сейчас на расстоянии вытянутой руки, но каждое мгновение тает с невероятной скоростью. Время неумолимо продолжает свой отчёт. Чунгук не может насытиться, боится даже моргать. Один раз позволит себе закрыть глаза и не заметит, как всё пропустит. Как бы он не хотел остановить время и навсегда остаться в этом моменте, ему это не подвластно. Рано или поздно Чунгуку придётся отпустить Тихёна на эту чёртову гонку. Чун сжал кулак, позволяя острым ребристым краям сильнее впиться в кожу и крепко сжал зубы. Он будто снова переживал тот день, когда ему сказали, что Тихён уже не вернётся. Окунулся с головой в этот кошмар. Не мог найти в себе силы, чтобы бороться. Парень вздрогнул, когда ощутил, как его талии коснулись чужие ладони и замер на месте, боясь пошевелиться. Он откинул голову назад, чувствуя опаляющее дыхание на щеке, и громко и глубоко вдохнул, будто ему не хватало кислорода. Страшно. Ужас парализует и не даёт ни единого шанса, чтобы сопротивляться. Тихён медленно развернул его к себе, сразу втягивая в долгий сладкий поцелуй. Прижал к груди так крепко, что внутри всё сдавило. Что это? Ви опустил глаза на зажатый кулачок младшего и бережно его раскрыл, замечая небольшой порез и маленькую ракушку. «У тебя кровь!» Он взял со стоящего рядом столика бандану, который обычно перевязывал волосы, и аккуратно перемотал его ладонь, завязывая в узелок. «Мне не больно!» Почти дрожащим голосом ответил Чунгук. «Ты помнишь, что это?» Он покрутил в пальцах небольшую ракушку в форме сердца, глядя, как на её репристой поверхности переливаются разными оттенками лучи заходящего солнца. «Мы нашли её на нашем пляже!» Тихен улыбнулся и аккуратно стёр кристальные слезинки, стоящие в глазах Чунгука. «Маленький, не надо плакать!» Он потёрся кончиком носа, нос чёно, продолжая нежно целовать любимые губы. Страшно ли ему сейчас? За себя? Нет. Но за Чунгука внутри всё трепещет. Не хочется оставлять его наедине с этим ужасом. «Возьми её как талисман на удачу!» Он спрятал маленький презент в карман штанов своего парня и, кажется, искренне верил, что это должно помочь. Тихен и не отказывался от такого символичного подарка. Он бережно гладил юношу по голове, играл с его волосами и смотрел, как тот грустно улыбается, сдерживая рвущиеся всхлипы. «Они все напуганы, но сегодня всё закончится. Я вернусь к тебе!» Тихо прошептал Ви, оставляя невесомый поцелуй на виске парня. «Ты просто верь мне, Чунгуке!» «А если это конец?» Нельзя было винить парня в том, что он хотел быть готовым к худшему, но к такому нельзя приготовиться. В любом случае, будет больно, и никто не сможет помочь. Любой конец – это начало чего-то нового. Тихен продолжал улыбаться. Был так спокойно, что это злило. Он, чёрт возьми, находит в себе силы улыбаться, пока по щекам Чунгука катятся слёзы. «Не говори так!» Он замотал головой, не желая признавать этих слов. «Я не хочу ничего об этом слышать!» «Эй, успокойся!» Ви заставил Чунгука посмотреть на себя, а затем взял в руку маленькую ладошку младшего и положил её к себе на грудь. «Чувствуешь?» Чун замер, ощущая тихое сердцебиение под пальцами. Он тихо всхлипнул и слабо кивнул головой. «Она стучит для тебя одного!» Тихен склонился и оставил мокрый поцелуй на влажных от слёз в губах парня. «Больше всего я боюсь, что оно остановится!» Гук задыхался от слёз, больше не в силах держать себя в руках. Он мог быть опорой для Мэй и её ребёнка. Он мог быть сильным с братом и Юнгихёном. Мог даже показать строгость, когда находился с Чмином, и вправить другу мозги, если это требовалось. Всему этому он учился за эти долгие годы. Но рядом с Тихеном быть сильным не выходит, как бы он ни пытался. Чунгук снова позорно сорвался на плач, обмяк в руках старшего, уткнулся носом ему в шею, судорожно вдыхая его запах и слегка царапая короткими ноготками предплечья Ви. Он никогда и не хотел быть рядом с ним сильным. Ему нравится то, как его миниатюрная ладошка тонет в массивной руке Тихёна. Ему нравится, как по ночам старший крепко прижимает его к себе так, что душно становится под одеялом и пошевелиться невозможно. Ему нравится, когда его носят на руках и ласково называют «малыш». Чунгук никогда не сможет быть сильным рядом с Ви, но их обоих это устраивает. Это их фишка. Чунгук, посмотри на меня. Тихён аккуратно двумя пальцами поднял заплаканное лицо юноши за подбородок, вынуждаясь смотреть прямо на него. «Ты знаешь, что я собираюсь сделать сегодня?» «Да», — Юнгер сказал мне. Дрожащим голосом прошептал Чун, пока слезы, как пелена, стояли перед глазами и не позволяли увидеть что-либо. Тай аккуратно вытирал его раскрасневшиеся щеки и продолжал бережно целовать, чувствуя, что его любовь к Чунгуку становится лишь сильнее. С каждым днём, с каждым месяцем и годом. Это чувство заполнило парня, оно сильнее любых других эмоций. Иногда Ви кажется, что в его грудной клетке начинают прорастать цветы. Ему даже несколько раз это снилось. Самые прекрасные и счастливые моменты, их с Чунгуком отношений — это нежные лилии, незаботки цвета неба, изящные камелии. Но когда всё рушится и мир уходит из-под ног, сердце сдавливает ядовитыми шипами роз, а кости покрываются мелкими колючками, разрывая на кусочки все органы. Так больно, что немой крик застывает в горле и нет сил плакать. Мечешься в агонии и не можешь попросить о помощи. С упованием вспоминаешь прекрасные камелии и лилии, оплакиваешь их, ведь это всё, что у тебя остаётся. Именно так-то Ихён ощущает себя в своей любви к Чунгуку, но он не жалуется. Нет, он бы ещё раз прошёл и через шипы, и через боль, если в конце его будет ждать это маленькое заплаканное чудо с пухлыми розовыми губами, жаждущими поцелуев. Ви не смеет отказать, наклоняется и нежно целует, слизывая солёные слёзы, и прижимает к себе так крепко, потому что совсем не хочет отпускать. И не отпустит никогда. Чунгук жмётся к нему и сам целует везде, где дотягивается. Шея, скулы, ключица, кадык, губы, щёки. Трётся о Ви, крепко зажмурившись, и полностью рассыпаясь на части в этих ощущениях. Так близко и так хорошо. Они просто стоят, обнимаются и целуются, но каждый жест кричит о какой-то мазохистской любви друг к другу. Им ведь плевать на страдания. Ради друг друга они всем пожертвуют. Это безумие. Но кого это волнует, когда их сердца уже давно стучат в унисон? Если я это сделаю, ты не возненавидишь меня? Тихо прошептал Ви прямо в чужие губы, разрывая их долгий поцелуй. Как ты вообще такое можешь говорить? Неожиданно зло воскликнул младший и слегка ударил парня в грудь, затем снова притягивая его к себе, не желая ни на секунду отдаляться. Это как минимум бесчеловечно и аморально. Неужели ты сможешь потом меня такого принять? Тихо наклонился и посмотрел прямо в глаза так пронизывающее, что в жилах кровь стынет. Если бы я мог, сам бы это сделал вместо тебя. Гук говорил твердо, без капли сочувствия или сожаления. Ты должен вернуться ко мне. И что бы ты ни сделал, я любым приму тебя. Я не подведу тебя, мой цветочный мальчик. Чунгук сквозь слезы широко улыбнулся, чувствуя, как в груди растекается тепло и любовь. Ему так приятно было слышать подобные обращения. Это звучало как самый лучший комплимент. Чунгук чувствовал, как его пальцы переплетаются с пальцами Тихена, и ладони горят от столь близкого контакта. Его тело такое отзывчивое, реакция на Ви феноменальная. Каждый раз так же острое и ярко, будто вспышка. Каждый раз все по-особенному. Они все стояли на балконе и обнимались, наслаждаясь последними мгновениями наедине друг с другом. Солнце садилось за горизонт, и заходящие лучи освещали высотки. Время, словно песок, убегало от этих двоих влюбленных, оставляя им лишь песчинки, чтобы как следует приготовиться к неизбежному. Возле бара собралась куча народа, ведь только ленивый не знал о предстоящей гонке. Уже немного пьяные байкеры жаждали зрелища и крови, продолжали нажираться и громко кричали, перебивая друг друга. О вражде Вонха и Тихена ходило много слухов, а смерть Джихана и фееричный арест Тихена прямо перед баром, на глазах у обезумевшей от шока толпы до сих пор помнит. Такое никогда не забудется. Именно поэтому сегодняшняя гонка была чем-то вроде современных гладиаторских боев. Люди не делали ставок. Они пришли сюда не за деньгами, а за зрелищем. Все ждали чего-то совсем дикого. Некоторые думали, что все закончится кроваво. Кто-то пришел, чтобы насладиться гонкой двух крутых байкеров, но были и те, кто просто жаждал увидеть позорное падение одного из парней. Тихену как-то поебать на эту свору жирных пьяных стервятников. Они хлопают его по спине, желают удачи. Кто-то выпивает за его здоровье и кричит на всю улицу, что победа, очевидно, будет за ним. Но Ви также хорошо знает, что когда придет Вонха, ему они скажут то же самое. А когда один из них проиграет в заезде, люди смешают несчастного с дерьмом за то, что не оправдал их ожиданий. Поэтому ему насрать. Он нервно сжимает в ладони маленькую ракушку, подаренную Чунгуком, и бегло осматривает взглядом людей в поисках своего противника, но того пока нет. Ким еще раз смотрит на дорогой сердцу талисман, целует его на удачу и прячет в карман своей косухи прямо возле сердца. Он думал, что сможет перебороть волнение, но, как оказалось, переоценил себя. На кону стоит слишком много. Одна ошибка, и он перечеркнет не только свою жизнь. Тихен глубоко вдохнул полной грудью запах дыма и с нескрываемым желанием посмотрел на сигарету, зажатую в пальцах Юнги. «Хочешь покурить? Тебе сейчас не помешало бы успокоиться». Друг протянул пачку, но Ви отрицательно помотал головой, резко вскакивая с Ямахи и направляясь к бару. Ему хотелось оказаться хотя бы на пару минут в тишине, подальше от этой ревущей толпы и скопища чужаков. У Тихена на кону жизнь стоит, а эти люди смотрят на него, как на циркового урода. Они-то пришли сюда, чтобы увидеть его провал и насладиться этим вдоволь. Ким пронесся мимо целующейся у двери бара парочки, захлопнул за собой дверь и остановился посреди помещения, чувствуя, как прохлада, исходящая от кондиционеров, медленно покалывает кончики пальцев, пробивается выше по рукавам кожанки, сковывает тело, даруя легкую минутную расслабленность. Здесь почти никого не было, кроме пары официантов и пьяных местных алкашей за дальним столиком, которым нет дела до гонок. Вип прошел мимо них и направился в мужской туалет, сразу морщась от ужасного запаха. Из ржавого крана тонкой струей текла ледяная вода, и парень быстро ополоснул лицо, поднимая глаза на свое отражение в разбитом настенном зеркале. Его сердце так быстро стучало, казалось, что оно вот-вот подпрыгнет и застрянет в горле. Все тело трясло, и страх впервые в жизни настолько сильный, что Тихен был не в силах это контролировать. Он чувствовал себя слабым. Он жалкий трус, не готовый сделать последний шаг. Паническая атака накрыла волной, вежмурился и метался из стороны в сторону, закрыв уши и не желая слышать из открытых окон шум, доносящийся с улицы. Ему бы сейчас взять себя в руки, собраться и вернуться на парковку к Чунгоку, чтобы провести вместе последние минуты. Но вместо этого он здесь совсем один, позволяя чувствам взять верх над собой. Тихен склонился над раковиной и сплюнул, чувствуя рвутные позывы. Нервы совсем не к черту, он уже не такой крепкий, как раньше. Ну да, попробуй проведи два года в тюрьме и останься психически стабильным. Грань между тем, что хорошо, а что плохо, стерлась. Он задумал нечто ужасное, и в его мыслях ни на секунду не задержались сомнения в том, правильно ли это. Человечность полностью отвернулась от парня, оставляя за собой лишь инстинкты, на поводу которых он покорно идет и не пытается сопротивляться. Он всего лишь пытается выжить, как и все люди в этом мире. Разве можно его винить за это? Тихен замер, наблюдая, как дрожат его пальцы. Иронично, что прямо возле этой раковины пару лет назад стоял Джихан, также ждал Вонха, сокрушался о том, что сделал с Чингуком, и даже не подозревал, как была близка его смерть. Если бы Ви узнал сейчас об этом, он бы истерично рассмеялся. Когда-то он отнял жизнь человека, а теперь оказался на его месте, будто загнанный в ловушку. Наверное, пришло время отвечать за свои ошибки, и в отличие от Вонха, он ответственности не боится. В баре громко хлопнула входная дверь, и шум разнесся по всему помещению. Тихен резко поднял глаза, еще раз быстро умыл лицо, и, наконец, взял себя в руки, вышел обратно, будто и не было этой минуты слабости. За барной стойкой сидела Мэй и пила сок. Она медленно помешивала трубочкой свой напиток и поглядывала на Кима, будто ждала, когда он подойдет к ней. Я не думал, что Хосок пустит тебя сюда. Тэ присел рядом и заказал у бармена стакан холодной минералки. Разве я могла такое пропустить? Мэй грустно улыбнулась, поворачиваясь к парню и внимательно разглядывая его профиль. Она протянула руку и почему-то была уверена, что вет страница и не даст к себе прикоснуться. Но, вопреки всему, он даже не шевельнулся. Ее пальцы мягко перебирали черные пряди, очерчивали ярко выраженную линию челюсти и остановились на плече. «Тихен мне так же не стоит». Он оборвал ее на полусловие, уже зная, что она хочет сказать. Ему не нужна очередная порция сочувствия, потому что от этого только хуже. Жалость делает людей слабыми, а Ви не хочет этого чувствовать. Он, черт возьми, должен быть сильным ради себя и ради Чунгука. Когда Тихен будет уезжать на гонку, зная, что может не вернуться живым, он будет улыбаться и не покажет никому, что напуган. «Ты никогда не позволял заботиться о тебе». Она пила сок из своего стакана и, наконец, убрала ладонь. «По крайней мере, мне не позволял». Повисла неловкая пауза. Оба вспомнили времена, когда были вместе, но девушка совсем не хотела делать свои фразы двусмысленными. Это вышло случайно, и теперь она сожалела. Мэй не скучает по отношениям с Тихеном, а любить этого оболтуса она может и издалека, как брата. «Ты же знаешь, что должно случиться». Одним вопросом он уничтожил всю неловкость, но теперь в ее глазах поселился страх. Мэй поджала губы и слабо кивнула головой. «Да, именно поэтому и пришла к тебе». Она придвинулась ближе, будто боялась, что их могут услышать, но вокруг никого. «Тихен, прошу тебя, не дай ему ни единого шанса». «Он твой родной брат, и ты просишь меня о таком?» Тев вскинул брови и искренне удивленно посмотрел на девушку. Ее ненависть можно было понять, но то, как она уверенно просила о подобном, его действительно поразило. Неужели можно настолько ненавидеть кого-то? «Он же все-таки тебе не чужой человек». «Я должна защитить свою семью от этого выродка. Тихен, пожалуйста». Мэй судорожно сжимала в руках платок и даже не пыталась скрыть своего волнения. Ви поймал себя на мысли, что сейчас она беспокоится больше о том, что будет с ней, если брат выиграет, чем о том, что будет с Тэй, если он проиграет. Что ж, он не обижался. Ее можно понять. Девушка в положении впервые за всю жизнь обрела счастье и покой, но может всего лишиться. Ее страх обоснован. «Мы с Хасоком выбрали имя для дочери. Хотели тебе сказать, когда она родится. Но учитывая обстоятельства...» «Учитывая то, что я могу сегодня умереть». Ви усмехнулся и посмотрел на девушку, отчетливо видя, какой виноватой она себя чувствует сейчас. «Ну и какое же имя вы выбрали?» «Со», – тихо произнесла девушка, не сдерживая слабой улыбки, когда наигранная ухмылка на лице парня сменилась искренним недоумением. Он нахмурился и посмотрел на Мэй, как на сумасшедшую, а затем издал глухой смешок. Любой другой человек подумал бы, что это какая-то издевка и неблагодарное отношение за столь лестный подарок. Но Мэй прекрасно знала, что Ви в свойственной ему манере так проявляет удивление. Он и благодарит-то редко, но сегодня особенный день для них всех. Парень спрыгнул со своего стула и подошел ближе к девушке, склоняясь над ней и приближаясь к ее лицу. Мэй напряглась и не понимала его намерений, поэтому уже собиралась уклониться, но Ви лишь коснулся губами ее лба, оставляя легкий поцелуй. И так же ловко отстранился. «Спасибо», – прошептал Ви, замирая недалеко от лица Мэй и с нежностью присущей хорошим друзьям, смотрел на нее. «Твоя дочь будет самая счастливая, обещаю». У нее холодок по телу пошел от его уверенного и твердого тона. Впервые за последние четыре дня появилась капля надежды, что они смогут с этим справиться. «Нам пора возвращаться, сейчас начнется гонка». Девушка слабо кивнула и направилась следом за ним к двери. Она все еще пребывала под легким впечатлением от настолько эмоционального диалога и не позволяла себе ни на секунду усомниться в Тихионе. Ви обещала, что ее дочь будет счастливой, но что это за счастье, если его не будет рядом, когда малышка будет расти? Когда Тихен и Мэй вышли из бара, их оглушили громкие крики. Всеобщее внимание привлекало появление Вонха на новеньком мощном Дукате Пенеджел Ви Фор. Черный байк, словно пантера, приковывал к себе взгляд, восхищал своей роскошью и величием, а еще от него несло новизной зверсту. Этот железный монстр только из салона, пока не успел испробовать на вкус уличные гонки, но уже издавал агрессивный рык и нетерпеливо рвался на трассу. Тихен стоял в стороне и любовно разглядывал красные полосы, пущенные вдоль корпуса мотоцикла, пружинный гидравлический амортизатор, цифровую панель. Ему нравился этот байк, и было даже немного жалко его марать в такой кровожадной гонке. Ким вздохнул и, расталкивая людей, направился к своей старушке Ямахе. Он слышал за спиной громкие возгласы и крики людей. Они желали удачи Вонха, а тот и обещал надрать зад противнику. Стартовая полоса готова, и теперь все ждали только Тихена. «Небо тучами затянуло. Возможно, дождь начнется», тихо произнес Янги, облокачиваясь на Ямаху и поднимая голову наверх. «Ты все запомнил?» Он обернулся к Ви и упростительно посмотрел на парня. «Да, мы же говорили об этом много раз», немного раздраженно отозвался Тихен. «Мы можем только предполагать исход событий во время гонки. Но что, если он поведет себя иначе?» «В таком случае тебе придется самому выкручиваться. Я сделал все, что мог, чтобы помочь тебе, а дальше ты сам». Мин закусил губой, кинул неуверенный взгляд на Вонха, уже подъезжающего к стартовой полосе. «Только попробуй сдохнуть. Я тебе этого не прощу». Серьезным тоном без тени юмора воскликнул парень, сурово глядя на друга. Когда Тихен хотел подойти, чтобы обнять перед гонкой, он вскинул руки и не позволил к себе приблизиться. «Давай без этих соплей. Увидимся через час на финишной». Говорил так уверенно, что Ви на секунду поверил, что так и будет. Юнги обогнул Ямаху и отошел к толпе зрителей, так толком нормально и не попрощавшись. Там уже и Хасок с Мэй стояли, пытаясь не смотреть на Вонха. Нам Джун с Джином, обеспокоенно наблюдающий за происходящим. Чимин, весь побледневший на нервах. Только не хватало Чунгока, но тот не заставил себя долго ждать и появился возле байка, выдавливая из себя грустную улыбку. Даже не плакал. «Мне пора на старт», — тихо произнес Ви, доставая с кармана тонкую черную резинку и подвязывая волосы, чтобы они не мешали во время гонки. Со спины обняли руки Чуна, но Ким не торопился отвечать на ласку. Он замер и не двигался. Нет, он не хотел прощаться, будто уходит в последний раз, поэтому оторвал от себя чужие ладони и выпутался из крепкой хватки. Тихен обернулся и быстро оставил смазанный поцелуй на губах растерянного парня, а затем сел на байк и отъехал к стартовой полосе, так ничего и не сказав Чунгуку. «Ты успел написать завещание?» Вонхо самоуверенно улыбнулся и хотел казаться расслабленным, будто полностью уверен в исходе гонки, но паника во взгляде полностью его сдавала. Тихен ничего не ответил, надевая шлем на голову и отворачиваясь к дороге. Стартовая полоса, впереди лишь длинная трасса, дорога, ведущая в неизвестность. Для одного из них это последняя гонка. Вина полную выкрутил ручку газа, дожидаясь сигнала к старту. Девушка в коротких шортах и топике по привычке вышла перед байками, готовясь дать сигнал к старту. Толпа оглушала своими криками. Спортивные байки издавали опасный рык, готовые побороться за первенство. Гритгерл опустила ладонь, и красная ткань, выпав из ее руки, опустилась на раскаленный асфальт, разжигая пламя между противниками, словно между обезумевшими быками, увидевшими цель. Ямаха сорвалась с места, всего за несколько секунд набирая почти 150. С первой минуты гонка обрела агрессивный характер, чувствовалось максимальное напряжение между соперниками. Больше не было игр. Теперь все по-настоящему. Они так долго обошли к этому, и вот теперь могут на конец раз и навсегда покончить с этой враждой. Вонха решительно преследовал Ямаху, продолжая набирать скорость. Стрелка спидометра достигла 300. Байки, разрезая холодный ночной воздух, летели, как два ярких огня по трассе, освещенные лишь светом фар. Синее небо затягивало тучами, и раскат грома будоражил и пускал дополнительную дозу адреналина по телу. Небо вспыхнуло яркой молнией, а затем снова затянулось беспросветной мглой и мраком. Вонха надоела эта гонка на опережение, и спустя пару минут он начал наглую оттеснять Ямаху к обочине, подрезал Тахёна и подходил слишком близко, пытаясь столкнуть парня с трассы. Ким упорно игнорировал все попытки противника как-либо его спровоцировать, а у самого кровь бурлила от злости, и руки до побеления костяшек сжимали руль. Вроде бы все успокоилось, и они снова ровно шли по трассе, но вдруг Дукати мощно влетел в Ямаху, резко ее сбивая и откидывая на другой край дороги, прямо навстречу летящим машинам. Вик был вынужден быстро реагировать, обходя испуганных водителей, но на байке осталась огромная вмятина от удара. Вонха злорадствовал, уходя снова вперед, а Тахёна чувствовал, как его самообладание испаряется, и внутренний зверь взрывается с цепи. Ярость и бурлящая в жилах ненависть заполняют парня до краев. В небе гремел гром, и молния продолжала сверкать. На дорогу упали первые капли дождя. Ветер усилился, а с причала доносился шум бьющихся о скалы волн. Байки шли вплотную, не давая друг другу ни шанса на первенство. Надо было признать, что какой бы крутой байк не купил себя Вонха, обойти Тахёна ему все равно было трудно. Ведь держал победу в зубах, он не давал своему противнику ни шанса, и удерживал его все время рядом с собой или позади. Парень мог бы поддаться эмоциям, и повторить трюк Вонха, попытавшись подрезать противника или сбить с дороги. Но такая грязная игра ему просто была ни к чему. Только чистый выигрыш гарантирует успех. До первого поворота оставалось всего пара десятков метров. Они почти дошли до середины гоночной трассы и уже приближались к пустынному оврагу, оставляя со спиной береговую линию. Ким через зеркало следил за немного отстающим Вонха, чувствуя, как и без того бушущая внутри него тревога нарастает. Старший почему-то начал плавно сбавлять скорость. Впервые за время гонки пропускают Тахёна вперед. Это казалось как минимум странным. Стрелка на спидометре медленно бежала вниз. Ким собирался войти в поворот, но Дукати неожиданно оказался рядом. Всё произошло слишком быстро. Тахён не успел ничего понять, только ощутил мощный удар, и Ямаху сбил с дороги. Байк полетел по трассе, и его вынесло в Кювен, а Тахён отбросило на обочину, и он ещё пару метров катился по запылённой дороге. Дукати медленно притормозил, и Байк распрыгнул на землю, оставаясь на месте и пытаясь понять, жив ли парень после такого мощного падения. Тахён зашевелился и глухо застонал, чувствуя резкую боль в левом предплечье. Он кашлял от поднявшейся столбом пыли и пытался встать с земли, но с первой попытки не вышло, и Ким снова обессиленно рухнул на песок. В небе гремел гром, и дождь всё усиливался, ведь чувствовал, как вода попадает в сарапины на теле, и шипела от жгучей боли. Вонха громко рассмеялся, наблюдая за тем, как Тахён, прикладывая огромные усилия, всё-таки смог подняться на ноги, немного пошатываясь. Они оказались возле какого-то обрыва, вниз пятьдесят метров крутого склона и острых камней. «Какого чёрта ты творишь, придурок? Мы даже половину трассы не проехали!» Закричал Тахён, придерживая рукой покалеченное левое плечо, и уже догадываясь, в чём дело. Дождь нарастал и превращался в ливий. Мокрые волосы прилипали к лицу, одежда неприятно облегала тело, но влага немного успокаивала боль от ран, полученных при падении. «Вонха, что за фокусы?» «Ты думал, я просто позволю тебе выиграть?» Глодин смеялся, и его голос утонул в раскате грома. «У меня другие планы на тебя!» Он вытащил из-за пояса оружие и направил его прямо на Тахёна. «А что, кишка тонка выиграть у меня в честной гонке?» Тахёна смехнулся, не обращая никакого внимания на оружие. Он смотрел на парня, стоящего напротив него, и будто издевался. Настало время Вира ставлять ловушки. Вонха не подвёл, и поступил как трус, что было ожидаемо. Честные соревнования не для таких, как он. «Закрой пасть!» Злобно рыпнул блондин, не желая слышать ничего подобного. «Я просто убью тебя, а затем и всех твоих близких. Надеюсь, ты успел поцеловать Чонгук и на прощание?» При упоминании имени Чона интонация голоса Вонха немного изменилась. Весчурился и понял, что самые страшные его догадки только что подтвердились. «Ты любишь Чонгука!» «Не вопрос. Констатация факта». Тихен говорил твёрдо. Вонха передёрнула от этих слов. Он испуганно поморщился и отшатнулся назад, сняв пистолет с предохранителя, будто предупреждая, что ищи слово, и он выстрелит. Но Тихен был уверен, что может говорить. «Что это за любовь такая странная? Ты же его коллегой на всю жизнь сделал!» «Я заботился о нём и оберегал, а он предал меня, как и все остальные!» Ядовито выплюнул парень. Чонгук ответил за свою ошибку, «Как и все, кто от меня отворачивался!» «Пусть поблагодарит за то, что жив остался!» «Он не захотел принимать мою правду!» «Не захотел со мной даже говорить!» «Когда ты вёл ему в уши, что я враг!» Тихен нахмурился, понимая, что любовь Вонха к Чонгуку граничит с помешательством. «И всё же, даже такой человек, как ты, способен любить!» «Ты любишь Чонгука, Мэй!» «Любил своей мать и даже Джихана, как брата!» «Да, это извращённая ублюдская любовь, но ты просто по-другому не умеешь!» «Жаждешь семью, но уничтожаешь всё связанное с родными!» «Ты попытался сделать из своей сестры шлюху!» «Мать презирала, запихнув тот сарай, даже близко не напоминающую нормальную клинику!» «Джихана поставил и готов был убить Чонгука!» «Мне тебя жаль!» «Ватый Хёна приносили такую боль, словно острое лезвие медленно вгоняли в сердце, а по щекам Вонха медленно катились слёзы, но они перемешались с каплями дождя и почти были незаметны, если бы не дрожащие губы парня. Впервые Вик, кроме ненависти и отвращения, испытывал к этому человеку жалость и сочувствие. «Ты не понимаешь!» прошипел блондин, отрицательно мотая головой, не в силах принимать такую жестокую правду. «Они все ответили за свои ошибки!» «Мать начала пить после того, как отца посадили, из-за чего развилась её болезнь!» «А когда её забрали в больницу, я и мы оказались в детском доме!» «Я должен был защитить сестру!» Он надрывно кричал, судорожно сжимая в руках пистолет, а слёзы всё продолжали его душить. «Она была слаба и подставила нас! Я не должен был нести эту ношу на своих плечах!» «Мне было всего семнадцать, когда это случилось!» «Она заслужила то, что получила!» Вонха был таким слабым сейчас, но разве есть дорога назад после всего, что он натворил? Именно сейчас Тихену казалось, что он видит, как в этом парне просвечивается человечность. Тот семнадцатилетний парень, переживший трагедию в его семье, будто заперт внутри, мечется и просит о помощи. «Моя сестра и Джихан от меня отвернулись! И даже Чунгук выбрал тебя! Они все заслужили страдания!» В небе грипел гром, а из-за шума дождя все звуки слились воедино, и сил кричать уже не было. Парень весь дрожал от холода, он продолжал крепко сжимать пистолет, не спуская Тихена с прицела. «И вся же тебе ещё можно помочь!» Тихен говорил спокойно, пытаясь не провоцировать вонханную агрессию. «Послушай, ты натворил столько дерьма, но, клянусь, мы ещё можем всё исправить! У тебя тяжёлая травма, мы найдём тебе хороших врачей и поможем! Давай прекратим это безумие и остановим бессмысленную вражду! Никто из нас не должен умереть сегодня!» Ви пытался маленькими шагами подойти ближе к парню, но тот упорный не желал ничего слышать о примирении и помощи. «Стой на месте!» закричал блондин, жестом показывая, чтобы Ким отошёл назад и держал между ними дистанцию. «Мы прекратим сегодня это безумие и ты умрёшь! Я убью тебя так же, как убил твоего отца!» Ви вздрогнул, чувствуя, как лёгкий издавливает то ли от боли, то ли от холода. Ледяные струи дождя стекали по телу, обдаваемые холодным ветром. Перед смертью он не боялся и не просил и говорил о тебе и о том, как ему жаль, что он не смог стать хорошим отцом. «Чёрт, кажется, он даже любил тебя! Ну как, больно тебе?» закричал парень, видя, как Тихён весь паник от этих слов. «Почувствуй, что это такое! Лишаться близкого человека! Как будто сердце вырвали, не так ли?» «Если хочешь меня убить, сделай уже это!» Тихо пробормотал Ви, не желая продолжать этот разговор. «Чего ты ждёшь?» «Нажми на курок и избавься навсегда от человека, который, по-твоему, искалечил тебя жизнь!» Они смотрели друг на друга и понимали, что их судьба это трагедия. Они оба оказались жертвами обстоятельств, оба совершили ошибки, за которые прощение не вымолить до конца жизни. Разница лишь в том, что у Тихёна есть шанс ещё быть счастливым, а Вонха ничего не ждёт. Он обречён на одиночество и пустоту. «Ты не можешь, потому что если ты убьёшь меня, то твоя месть свершится, но нет никакой гарантии, что тебе от этого станет легче». «Заткнись!» закричал парень, неожиданно нажимая на курок пистолета. Раздался оглушительный выстрел, а затем всё снова стихло. Пуля пролетела прямо рядом с плечом Тихёна, лишь слегка задев и отцарапав кожу. «Всё ещё думаешь, что у меня не хватит смелости тебя убить?» Вонха крепче сжал оружие в руках. «Ты сдохнешь сегодня, и это факт. Бежать некуда, и никто тебе не поможет». «Ты не учёл одной детали». Ви опустил всё это время поднятые ладони, расслабляясь и запрокидывая голову назад. Всё тело уже сковало от холода. «И что же?» «Мне есть ради кого жить», спокойно разговор заходит в тупик, и Вонха теряет терпение. Следующий выстрел будет прямо в сердце, поэтому стоит поторопиться. «Пожалей себя, ты сдохнешь!» заорал Вонха. «Или сдохнешь ты?» Тихен вынул из-за пояса пистолет и наставил его на Вонха, видя, как лицо того искажается в ужасе и недоумении. «Я достаточно тебя удивил!» Он поморщился, чувствуя сильнейшее отвращение от всей этой ситуации. Ты, он ведь предлагал парню обойтись без кровопролития, но, видимо, один из них сегодня все-таки умрет. «Какого хуя?» закричал парень, пристально глядя на направленное на него дуло пистолета. Меньше всего Вонха мог ожидать чего-то подобного. «Барыга, у которого ты купил оружие, тебя сдал и рассказал об этом Йонге. Нетрудно было догадаться, что ты предсказываем», объяснил Тэхен. «У тебя кишка тонка, меня убить». Вонха и сам не верил в эти слова, но у него оставалась надежда на то, что Ви не хватит смелости хладнокровно застрелить живого человека. «Чингук тебя не простит за это. Дважды убийца, монстр, чудовище. Кем ты станешь, Тэхен? Тобой». Ви был спокойный и сдержан, а все его волнение и паника просто исчезли. «Сейчас уже нет времени, чтобы думать о человечности и правильности такого поступка». «Чингук знает о том, что я собираюсь тебя убить сегодня». «Знает все, и даже Мэй. Более того, перед гонкой твоя сестра пришла ко мне и попросила, чтобы я не дал тебе ни шанса. Вот так сильно она тебя любит. Подписала тебе смертный приговор и глазом не моргнула». Вонха выглядел жалко и убитым. У него уже не было сил, чтобы сопротивляться жестоким словам, ранящим так глубоко. Парень мотал головой из стороны в сторону и жмурился, чувствуя, как влага снова подбирается к глазам. «Ты лжешь», устало прошептал парень, глубоко вдыхая и давясь слезами. «Она не могла так поступить со мной. Я всегда любил свою сестренку. Я так любил ее». Он тихо плакал, больше не кричал и не сопротивлялся чужим словам. «Смирись с этим», Вик поджал губы и понял в эту минуту, что прямо сейчас собирается выстрелить не в то чудовище, которое пыталось разрушить его жизнь. Он достучался до того парня, который когда-то давно просто очень сильно любил свою семью и слишком рано их потерял. Он должен выстрелить в глубоко больного и уязвимого человека. «Мы еще можем отложить оружие и остановить это!» Почти молящим тоном прошептал Ви, дрожащий от холода рукой сжимая пистолет. Он не хотел нажимать на курок, готов был кричать от отчаяния, ведь просто не видел другого выхода. «Нет, один из нас сегодня умрет», раздался громкий выстрел. Но он так же быстро утонул в раскате гром. А земля продолжала умываться слезами дождя, оплакивая только что ушедшую жизнь. восьмой 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 раздался восьмой безумин, восьмой Продолжение следует...